Казань на втором месте среди российских городов-миллионников после Перми по объему инвестиций в городскую экономику. Он вырос почти на 9 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом, как и объем валового территориального продукта, что составил в 2015-м почти 605 миллиардов рублей. И это на фоне серьезных экономических вызовов современности. Детальное планирование и контроль за целевым использованием бюджетных средств, безусловно. Более эффективно использование объектов муниципальной собственности. Ну и, конечно же, легализация серого рынка труда. Это повлечет за собой как дополнительные доходные источники для бюджета, так и защиту самих прав работающих граждан. По мнению казанского градоначальника, Казань продолжает развиваться благодаря запасу прочности, набранному в относительно стабильные предыдущие годы. Благодаря этой стабильности экономике города во многом удалось избежать многих проблем, характерных для других российских мегаполисов. То, что по качеству жизни мы в тройке лидеров, то, что по желающим переехать в Казань мы в лидерах. Это все наше не вдруг, не с неба свалившиеся там какие-то нам блага. Это то, над чем мы системно, планомерно и кропотливо трудимся на протяжении уже не первого года всей команды во главе с нашим президентом. Говорили сегодня и еще об одном рекорде по сравнению с прошлыми годами. В 2015-м рекордное количество казанцев прошло всеобщую диспансеризацию. Более 173 тысяч человек, что составило почти 96% от запланированного количества. Правда, врачам ради этого пришлось постараться. Для того, чтобы привлечь наше население проходить диспансеризацию, это взрослое население, как вы видели в докладе, проделана достаточно большая работа. Очень много пришлось делать именно медицинским работникам. Это и подворовые обходы, и это обзвон всех, кто прикреплен к поликлиникам. Соответственно, это отвлекало медицинские учреждения от своей прямой функции. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы граждане сами были привержены к улучшению своего здоровья. Сергей Шерстнев, Владимир Ладушкин, Телеканал Эфир.